Блиновская под арестом. Как это касается именно вас? Друзья, всем привет! Знаю, о чём вы сейчас подумали. Снова это Блиновская. Согласен, об этой даме не высказывался только ленивый. Но я решил посмотреть на эту ситуацию под другим углом. Как эта история касается лично вас и меня, дорогие должники? Друзья, акцентирую ваше внимание на том, что я не даю морально-нравственных оценок данной барышне. Ведь эти выводы может сделать каждый сам для себя. Мы же рассмотрим эту ситуацию именно с юридической точки зрения, взяв такой яркий пример. Ну а чисто по-человечески скажу, что любые продавцы воздуха, псевдокоучи, продавцы успешного успеха и прочие ******болы вызывают у меня лишь отвращение. Ещё раз хочу напомнить. Думайте, своей головой волшебных таблеток их просто не существует. Ну а вся необходимая информация по тому, как сделать какой-то результат, будь он финансовый или какой-то интеллектуальный, есть в открытых источниках. В частности, всё написано уже давно в книгах. Поэтому, вместо того, чтобы относить деньги инфо-цыганам, тысячу раз подумайте. Развивайте себя! Давайте обо всём по порядку. Елена Блиновская, российский спикер, блогер, коуч, автор и ведущая популярного марафона личностного роста «Марафон желаний» он называется. Блогер учила людей, как правильно загадывать желания и получать от жизни всё. Бл***ь, я вот не могу понять. Неужели кто-то действительно пошёл и отдал деньги за то, чтобы тебя научили, как загадывать желания? Господи, где у людей вообще мозги? Ясно дело, обучение было не бесплатным. Ну и в какой-то момент о богатстве Елены узнала вся страна. И несколько дней назад общественность сотрясла новость о том, что Елена Блиновская обвиняется в неуплате налогов на 918 миллионов рублей. Вы только вдумайтесь, друзья, в эту цифру. Это почти миллиард. Вот интересно, какие должны быть доходы с таким налогом и тоже довольно интересно, как это вообще удавалось скрывать. Но здесь на самом деле всё просто. О доходах мы можем говорить только исходя из имущества блиновских. А это, на секундочку, друзья, выражаясь простым языком, дохрена. У них, правда, много всего. Это 40 земельных участков площадью от 165 до 348 квадратных метров в разных уголках страны. И огромная квартира и дом в Миллениум парке. Ну а также, естественно, куча дорогих средств. Я не буду это всего перечислять. Это всё есть в открытых источниках. И на самом деле, в целом-то это неплохо, если учитывать, что деньги заработаны честно. Здесь никаких комментариев давать не буду. Может быть, кому-то и правда надо, чтобы рассказали, как правильно загадывать желание. Кстати, друзья, может быть, среди моих тоже немногочисленных подписчиков есть люди, которым это надо объяснить. Обращайтесь, я вам могу это сделать совершенно бесплатно. Ну или хотя бы за 5000 рублей. Поэтому ссылка в описании в WhatsApp. Но, друзья, огромное состояние, согласитесь, не даёт права нарушать закон. И если с зарплаты в 20 тысяч рублей я плачу налог, то будьте добры, и вы из зарплаты, из доходов в миллион платите свой налог тоже. А ведь скрывала, вероятно, Елена свои доходы даже очень простым и нетривиальным способом, таким как дробление. Дробление – это разделение крупной компании на несколько небольших. Получается, что просто было заведено больше 10 ИП и фирм, между которыми распределялись так или иначе доходы. Это было сделано для того, чтобы оставаться на упрощённой системе налогообложения, естественно. Ведь она позволяет избежать примерно 36% перечисления в бюджет. Открытые источники заявляют, что не обошлось и без отмывания денег. По некоторым подсчётам это аж 43 миллиона рублей, что, кстати, не так много с учётом таких доходов. За достоверность ответственности не несу, можете проверить сами. Всё это уже сказали в новостях. Но недолго музыка играла, и Лена была задержана при попытке выезда из страны в районе границы Беларуси и России в лесах Смоленской области. Сейчас суперблогер Иковыч находится под домашним арестом на два месяца. Известно, что она погасила часть долга, однако её дело ещё будет рассматриваться в суде. Уголовное дело на Блиновску возбуждено по части 2 ст. 190 и по части 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это неуплата налогов и легализация доходов, добытым преступным путём. И по данным статьям может грозить до 10 лет лишения свободы, если суд решит применить полное сложение наказаний. А теперь, друзья, давайте подумаем, как эта ситуация касается конкретно вас. Смотрите, платить налоги нужно, и мы не говорим о миллионных суммах каких-то, мы говорим о налогах с любых доходов. Потому что неважно, будет ли у вас доход 30 тысяч рублей в месяц или миллион, статья за неуплату налогов остаётся прежней. И с этим нельзя шутить, думая о том, что вы сможете отделаться штрафом. За такое правонарушение может грозить реальный срок. Что делать, если вы уже сейчас набрали долгов по налогам, но хотите их списать? Во-первых, не паниковать. Всё можно исправить. Ну, или почти всё. Вообще, в целом, теоретически, налог с доходов можно списать. Но, если есть уже уголовное дело, то, конечно, этого сделать не получится. Нужно начинать решать проблему. Во-вторых, получить консультацию у хорошего юриста. Без лишней скромности приглашаю вас на консультацию к себе. Проведём пошаговый правовой анализ вашей ситуации и найдём какой-то способ. Честно говоря, если у вас действительно есть проблемы по неуплате налогов и ещё нет уголовного дела, лучше здесь не медлить, так как дело можно довести до необратимого положения. А Елене теперь придётся, как и простому гражданину, доказать следствию, что вся её недвижимость приобретена на законные трудовые доходы. Если у неё это получится, собственность не тронут. А если нет, то недвижимость будет арестована. Если у вас остались вопросы, друзья, обязательно задавайте их в комментарии. И, пожалуйста, напишите в комментариях, что лично вы думаете по этой ситуации. Потому что нам очень интересно ваше мнение, и зачастую люди просят осветить вот такие вот разрывающие сегодняшнюю действительность вопросы, которые на повестке дня в СМИ и везде обсуждаются. Поэтому ждём ваши комментарии ниже под этой ссылкой. Ну а если у вас долги, пишите на WhatsApp, и я дам вам сам личный ответ. Друзья, большое спасибо, что досмотрели. Поставьте, пожалуйста, лайк. Обязательно подпишитесь на наш канал, потому что здесь говорим простыми словами о ваших правах. Всем до связи. Продолжение следует...